Мы разобрались, а сразу после рекламы в нашей студии Анна Ильясова, кто она и почему наводит ужас на украинских пропагандистов. Эта программа антифейка мы продолжаем и говорим о тех, кто действительно наводит ужас на украинских террористов. В Авдеевке ВСУ якобы взяли в плен снайпера Российской Федерации Анну Ильясову. Полное видео с Белкой в закрытом канале. В Авдеевке поймали снайпер, что это Анна Ильясова, Белка, которая уже прославилась в военных кругах своими изысканными жестокими наказаниями. Видео давайте посмотрим об этой якобы жестокой девушке, а потом обсудим. Родилась я в поселке Старомихаловка, это Маринский район, Донецкая область. Я закончила юридически в 2012 году, Донецкий ЭПФ. Потом поступила на кафедру международных отношений, чтобы оплатить, поэтому я пошла на стюардессу. Я выбила себе направление, так как работала в Ордане стюардессой, и из-за этого мне было легко устроиться, ну как пройти практику в посольстве. Я смотрела, что по телевизору, прям из посольства, что происходило на Майдане в Киеве. Я уже тогда поняла, что война будет 100%. Я пришла домой, собрала вещи, поехала на ДК Франко, подала свои документы, говорит, идите в автобус. Я села в автобус, и нас привезли в 11-й полк. Утром нас постраивали на плацу, и когда называли фамилию, назвали мою фамилию, сказали, заместитель командира роты. Я думаю, что посмотрели, что у меня два высших образования, и то, что я работала в полиции. Держи, мама, спасибо большое. Я просто подумала так, ну, берут ребят вообще, думаю, ее не возьмут, потому что она женщина. Приходит, все, она всегда, если цель добьется, ее взяли. И вот защищает наш Донбасс, наш край. Где-то что-то услышу, там, как контузило, как, где, какой бой был, что сильно не рассказывает, чтобы не тревожились дома. Я был очень против этого. Говорю, не иди, значит, тогда я пойду, говорю. Но она говорит, нет, мне надо идти, зовет долг. Сильно волновался, потому что это только потом уже более-менее, когда особенно ее где-то месяцами не было. Ну, так, сильно волновался. Аня, как она садилась? Продукты приносила. Продукты приносила. Тут связи не было? Не было вообще связи. И вот я подошла к Анечке и говорю, пожалуйста, девушка, можете моему сыну позвонить? Она говорит, у меня сгорят, кончается все. Ну, я попробую набрать. Она набирает, набирает. Первого раза вот как-то. Первого раза и все. И он поднимает трубочку и услышал, что говорит, живый, и все. А благодаря Анечке я впервые мои дети узнали, что мы живы. Страшный человек, сразу видно, да? Прям внушает ужас даже на нас. Сейчас кое-как сидим, колени дрожат. Но здорово, что мы сейчас ее увидим. Она с нами на связи. Анна Ильясова, заместитель командира мотострелковой роты по военно-политической работе. Мы рады вас приветствовать в нашей программе. Здравствуйте. Я тоже рада всех видеть. Ну, вы улыбчивый такой человек. Слушайте, ну, столько обвинений в ваш адрес. Якобы какие-то пытки, издевательства и все остальное. А, во-первых, самое главное, вы должны быть в плену. Как вы себя там чувствуете? Я себя чувствую великолепно. С моими ребятами рядышком. Все хорошо. Я никак не в плену. Это все, слава богу, фейк. Ну, значит, наверное, правильное дело делаю, раз меня боятся на той стороне. Это точно. А вот почему вас так боятся? Я сама как бы не могу понять. Я делаю свою работу качественно. Ну, значит, в этом видит Украина угрозу. Когда вы смотрели фейк про себя, что думали? Я откровенно скажу, сам фейк я не смотрела, мне его прислали. Я прочитала, и все. Ну, там ссылки, и это какие-то телеграм-каналы украинские. Их очень много. Вот. Я туда даже не имею возможности как бы зайти. Почему у вас такой позывной белка? Когда я пришла добровольно в ДК Франко, вот, и потом нас привезли в 11-й полк, это в Донецке, вот. И утром, когда поставили на плаццо, и начали с нами, ну, говорить, выберите себе позывные. Я себе хотела выбрать позывной стюартеса, так как до 14-го года я работала стюартесой. Вот. Ну, я услышала речь, как бы, у меня был командир роты, он не очень выговаривал буклэр. Я думаю, ладно, они будут собрать стюартеса, возьму белка. Ну, вы знаете, очень удачный позывной, он прижился, и я всю войну кручусь как белка в колесе, и очень успешно, и помогаю ребятам. Как близкие отнеслись к тому, что вы встали на защиту Родины? Ну, мама была изначально против, сын тоже был категорически против. Это было очень тяжело на самом деле. Я, как сейчас помню, я собирала сумку. Мама, ты куда? Я говорю, мам, я ухожу. Мама говорит, ну, Анти, шутишь. Ну, есть ребята, есть кто? Мам, ну, ты знаешь, я же как бы, ну, решила, я такой человек. Я все годы этим жила. С 14-го года я во всех участвовала в действиях. Я не могла по-другому поступить. Это то, что у меня заложено, это то, что у меня в сердце, это то, что у меня в голове. Это так меня воспитали, мои бабушки, дедушки, которым я очень благодарна. Позвольте мне спросить, вы уже столько профессий попробовали, и стюардесса, и адвокаты, поработали в полиции, теперь защищаете Родину. Чем вы хотели заняться после Победы? У меня, в принципе, два образования, юридические и дипломатические международные отношения. Я очень люблю дипломатию, и, в принципе, у меня небольшой промежуток в жизни был. Я прошла практику в украинском, кстати, посольстве в Иордании на Ближном Востоке. Вот, ну, в принципе, я бы хотела в дипломатии. Вам огромное спасибо, берегите себя, всего самого доброго. Спасибо большое. Что может быть страшнее, чем обычные люди, которые взяли с собой оружие и сказали, нет, вы наши враги, все. Ну, она устрашает украинцев именно тем, что своей решимостью, однозначной улыбчивостью, уверенностью в победе, да, да, это можно и нужно бояться. Канал, на который это ссылка, это я, какой-то кликбейтный канал, да, который вбрасывает какую-то вот такую сенсацию, да, как правило, эта сенсация очень жареная, очень неприятная. Это, в общем, люди идут по ссылкам и не обнаруживают там ничего похожего. Ну, то есть, вот они взяли какую-то силу, да, для того, чтобы привлечь внимание. Ну, раз они вот эту замечательную девушку взяли, значит, там она известна, по крайней мере. Ну, да, Канни привлекли внимание, и наши тоже, я надеюсь, что теперь больше россиян узнают о том, какие они, девушки Донбасса. Красота — это страшная сила, а красота с умом — это страшная сила вдвойне. Это точно. Вот, а насчет распространителей, но батальон Монако, по-моему, тоже само за себя говорит, сидят... Это с Федоровым, наверное. Ну, где-то там, да, на берегу Азонова моря, попивая сухой мартини, думают, а что бы сейчас придумать какого-нибудь гадкого? Ну, и мы не будем забывать, что на самом деле это все... Субтитры создавал DimaTorzok